Добрый день, с вами Наталья, мои дорогие зрители и подписчики нашего канала. Сегодня я хочу поговорить о колиусе, или как его в народе называют крапивка. Это очень неприхотливое растение, которое с успехом можно выращивать дома в комнатных условиях и, когда потеплеет, выращивать у себя в саду. Итак, бывает очень много сортов, разновидностей. Я сегодня показываю пока что один сорт. Это растение очень неприхотливое, даже если вы немножечко забыли его полить. Оно наклонит свои замечательные стебли и листики, но восстановит свои силы, как только вы дадите ему водички. У него очень маленькие семена. Видео, как оно цветет, я возьму туда кусочек, вам покажу. Но можете посмотреть, как оно цветет, я дам ссылочку на видео. Размножайте это растение с помощью семян. Очень меленьких. И размножать проще его можно череночками. Срезаете любой череночек, втыкаете в землю. Вот я просто взяла палочкой, сделала углубление. И вот эта растишка уже три недели, как растет благополучно в земле. Просто отрезаете и ставите в земельечку, в земельную смесь. И вот оно нормально себе прижилось. Вот здесь растишки, которые укоренены череночками. Ну, а здесь случайно у нас попала помидорка. Мы ели, кинула семечко, она принялась от свежей помидорки. Вот череночки укорененные. Я посадила, и они с успехом растут дальше. Что вот? Вот череночек. Отрезаете приглянувшийся вам череночек, ставите в водичку. Вот уже видите, какая большая корневая система. Его нужно посадить, потому что корень уже большой. Да, вынуть я вынула. Вот сложненько, я не собиралась его еще садить. Вот видите, корень укореняется очень быстро, очень неприхотливо и растет очень быстро. Это очень высокие растения, громадные растения, большой высоты у меня они. Но для того, чтобы в лозоне они смотрелись красивые и не были очень длинные, если вы не хотите этого, потому что можно вырастить просто в один ствол. Для того, чтобы сформировать красивые растения, более компактные, что нужно делать? Вы берете, вот у вас есть серединки листики, отщипываете. Я дождалась этого момента, хотела немножко раньше вам рассказать. Вот отщипываете эти листочки. И вот они не будут идти вверх, подниматься, они начнут куститься. Вот такое яркое, прекрасное растение, очень неприхотливое, очень нежное, может вырасти у каждого на подоконничке. Или у себя в саду, на даче, возле частного дома. Очень милое, очень нежное. Чем ближе к солнышку, тем ярче происходит его цвет. Они становятся более яркие, более насыщенные, такие красивые. Вот, смотрите, как вы хотите. Если длинное растение, вот оно какое, вот я вам показываю, какое длинное, как оно цветет, какое оно большое. Если хотите кустиком, маленькое, то вот прищипывайте, как я вам и показала. Тогда оно сбоку будет давать новые побеги и будет расти более красиво и компактно. Делай вкуса. Если вы его на солнышке держите, оно яркое. Если его отдалите от солнечных лучей, оно будет более блеклое, не такое насыщенное. Итак, очень неприкатливое растение, очень милое растение. Очень быстро растет и быстро укореняется. Если хотите вырастить, то делайте, как я вам объяснила, показала. Если вам понравилось это видео, поднимайте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, заходите к нам в гости. И всего вам доброго, до новых встреч. Пока-пока.